Это не пресс-конференции после очередного хоккейного матча. Настоящие мужчины пришли в школу. Нет, с образованием у них все отлично. Особенно усердно парни работали на уроках физкультуры. Отсюда и закономерный результат. Нашевки торпеды на спортивной форме. Но речь сегодня и не об успешной карьере. Хоккеисты проводят урок безопасности дорожного движения. Ученики махом улавливают суть вопроса. Такие встречи, безусловно, важны. Это очень полезно. Во-первых, это встреча с известными людьми нашего города. Во-вторых, они рассказывают нам, как они соблюдают правила движения. Рассказывают интересные моменты в своей жизни. Я считаю, что это очень интересно даже для школьников. Команда торпеда для некоторых авторитета просто. Их мнение для многих людей, для нас детей очень важно. Кстати, хоккеистам есть о чем рассказать. Катаются они не только на коньках, но и на машинах. Поэтому у них есть свое видение, как нужно вести себя на дороге. Статистика аварий с участием молодежи пугает. Ежегодно в мире в ДТП погибает более миллиона двухсот тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Поэтому рассказать об элементарных правилах поведения на дороге – дело крайне важное. Мы можем послужить какими-то посредниками в донесении информации для дошкольников, для детей. Полезной информации. Информации, которая, скажем так, жизненно необходима. Порой хоккеисты ведут себя на льду достаточно не сдержанно и даже агрессивно. Однако жесткие контакты остаются на площадке, уверяют спортсмены. Стараешься не использовать свои спортивные качества на дороге, потому что дорога есть дорога. И стараешься спокойно вести себя на дороге, уважать водителей, окружающих, пешеходов. Встречу со звездными гостями школьники точно не забудут. На память хоккеисты оставили подарки и организовали автограф-сессию. Месячник по безопасности дорожного движения в самом разгаре. Старт был дан 3 марта. Антон Ганин, Елена Фролова, Объективно, ННТВ. Я вас убедительно прошу.